Более подробно хотелось бы остановиться на приводе газораспределительного механизма. Он состоит из зубчатого ремня, ролика натяжного, ролика паразитного, водяная помпа и шестерня коленчатого вала. При замене комплекта ГРМ меняется сам ремень, меняется натяжной ролик, меняется ролик промежуточный. Также хотел обратить ваше внимание, что на приводе этого ремня находится и водяная помпа. Она является таким же роликом, вращающимся на подшипниках. Кроме этого, у нее есть сальники, которые удерживают охлаждающие жидкости системы охлаждения. Завод-изготовитель не регламентирует ее замены. Мы из сервисной практики настоятельно рекомендуем менять ее вместе с комплектом ГРМ. Потому что будет очень обидно, если вы поменяете дорогостоящие достаточно запчасти, и их придется менять вновь, если помпа потечет через 5-10 тысяч километров. С помощью ремня ГРМ приводится в движение только выпускной распределительный вал. Впускной распределительный вал приводится роликовой цепью с гидравлическим натяжителем. Распредвалы изготавливаются из чугуна. Выпускной распределительный вал приводит во вращение ТНВД. Зачастую мы сталкивались с такой ситуацией, когда привод ТНВД, то есть паз, вот в этом месте был просто разломан. И, соответственно, ТНВД не вращался, двигатель не запускался. Производитель сделал некую доработку и выпустил выпускной распредвал не из чугуна, а из стали. Он полого типа, с напрессованными кулачками, звездочками и другим модифицированным приводом. При замене ремня ГРМ, а также любых составляющих привода газораспределительного механизма, необходимо зафиксировать распредвал и коленчатый вал в одном положении с помощью нехитрых приспособлений. Распредвал фиксируется таким образом. Коленчатый вал фиксируется вот в этом месте под стартером. Для этого необходимо демонтировать стартер. И необходимо совместить эти отверстия с отверстием на маховике. Только в одном положении эти отверстия сойдутся и можно будет вставить приспособление. Кулачки распредвалов воздействуют непосредственно на рычаги клапанов, которые содержат в себе ролики, вращающиеся на подшипниках, а также гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Такая конструкция привода клапанов позволяет минимизировать трение, а также предотвращает распределительный вал от преждевременного износа. Однако именно эта деталь привела к разрушению конкретно этот экземпляр двигателя. Ну а теперь мы снимем головку блока и посмотрим, что же произошло с этим двигателем. Вот такая неприятная картина. Поршень третьего цилиндра полностью разрушен. Если видно, то в поршень воткнута тарелка клапана. Причина разрушения двигателя – это отрыв тарелки клапана от стержня. Ну и, соответственно, приведшая к таким последствиям и разрушениям. Головка блока получила повреждения, несовместимые с жизнью. Такую головку восстановить не получится. Теперь нам предстоит выяснить, что же привело к таким жестким разрушениям двигателя. Это износ, который я наблюдаю на тарелке клапана, на штоке клапана и на самом рычаге клапана. Общий совокупный износ этих всех деталей привел к тому, что клапан рассухарился и под своим весом упал в цилиндр. И поршень просто-напросто вбил его в головку блока. В результате чего и произошли такие интересные разрушения. А что же могло привести к такому, скажем так, преждевременному износу деталей клапанного механизма? Мы можем только предполагать. Это может быть качество масла. Это может быть перепробеги по межсервисному интервалу. Это может быть несоблюдение уровня масла в картере. Причин масса. А самое банальное – это очень большой пробег автомобиля. Можно ли было спасти этот двигатель от выхода из строя полностью? Наверное, да. Можно было разобрать головку блока, увидеть износ на клапанных механизмах, заменить эти детали на новые, то есть клапана, тарелки, рокера, гидрокомпенсаторы. Установить эту головку обратно на двигатель. И, наверное, этот двигатель послужил бы еще верой и правдой. Но всякое бывает в жизни. К сожалению, этому мотору не повезло. И мы его поменяли на другой.